Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – обоснование профилактики кариеса и заболевания парадонта. План о нашей лекции – виды профилактики, основные методы обследования, индекс распространенности кариеса, индекс интенсивности кариеса, индекс гигиены полости рта. Профилактика – это система мер социального, пилинического, воспитательного и законодательного характера, направленных на предотвращение заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения. Первичная профилактика – это система социальных, медицинских и гигиенских воспитательных мер, направленных на предотвращение заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения и развития, а также на повышение устойчивости организма в одессе неблагоприятных факторов окружающей среды. Главная задача первичной профилактики – это повышение уровня здоровой населения с использованием всех возможных путей, методов и средств, чтобы ни один здоровый ребенок не пришел в группу больных, то есть это профилактика в группе здоровых детей. Основные задачи, которые должны решать скоматологи при разработке программ первичной профилактики кариеса зубов, могут быть спомилированы как 1. Создание условий для полноценного формирования и первичной минерализации твердых тканей зуба 2. Обеспечение физиологического течения процесса скрывания твердых тканей зуба 2. Вторичная минерализация при необходимости стимуляции этих процессов 3. Протвращение или устранение формирования кариесогенной ситуации в полости рта 2. Вторичная профилактика Предусматривать мероприятие направлено на раннее выявление заболеваний, предупреждение рецидиров, прогрессирование процесса и возможных осложнений заболеваний 3. Тритичная профилактика также основана на проведении мероприятий медицинского и медицинского характера 3. Осуществление программ тритичных профилактик невозможных в ней системы здравоохранения 4. В них участвуют не только врачи, но и многие другие медицинские работники 5. Обследование полости рта После тщательного опроса врач поступает к осмотру, соблюдая правильные диантологии 6. Обследование начинается с внешнего осмотра лицей в прилежащих областях 7. Деформация лица часто указана на речи патологического процесса не только на лице, но и после рта 8. При осмотре определяется также общее состояние больного, положение головы, цвет кожи, склер 8. Желтого окраска склер может быть при периоститах, острых периодонтитах, некротических стоматитах 9. Проводя осмотр врач должен обращать внимание на манер разговора пациента 10. Изменение речи может быть при некоторых патологических процессах 10. После общего осмотра врач стоматолог осматривает полость рта 10. Тщательно обследовать контуры и уголки губ, присомкнутых в челюстях и губах 11. Затем осматривает за преддвери полость рта с помощью шпателя 11. Собственно, полость рта обследуется с помощью стоматологического зеркала 12. При этом обращать внимание на состояние слюнях желез, твердого гоняга и языка на полость рта 12. После этого приступать к осмотру зубов 12. При данном исследовании используется стоматологическое зеркало, зонт, чаще угловой пинцет 13. При осмотру зубов есть на состояние прикуса, количество зубов, их цвет, состояние их формы, величина, наличие зубы, тесновых карманов и состояние отложенных тканей 14. Пальпация. После осмотра проводится пальпация, ощупывание челюстно-лицевой области 15. При этом исследовании определяется консистенция тканей, их турбур, подвижность, вилет, полезненность 15. Пальпация проводится двумя руками, начиная со здоровой стороны, применяя поверхностно, затем глубокую пальпацию 15. Пальпацию зубов можно проводить с пальпацией или пинцетом 16. При пальпации тканей после рта, одной рукой фиксируются ткани, органы, а другой ощупываются кайты, участок неба, языка, щек, подвизочной области 16. Пальпация определяется в состоянии снижения шелестных протоков 16. Пальпация. Это постукивание по зубу ручкой зонга пинцета 17. Пальпация может быть вертикальной и горизонтальной 17. Вертикальная перкуссия болезненная, если в области верхушки зуба имеется воспалительный процесс 17. Горизонтальная перкуссия определяется в состоянии кремового периодомта 17. Вертикальная перкуссия проводит осторожно, начинает перкуссия с здорового газета, переходя на больную 18. Вертикальная перкуссия может быть ставоположительной, положительной, резкоположительной 18. Зондирование. Данное исследование выполняется с помощью зонга 18. Пальпация углового, которым держит правая рука, в левой руке держит стоматологическое зеркало 18. Зондирование определяет наличие кориозной полости, размягчение в ней, глубину кориозной полости, 18. Полезенность на кориозную полосу, а также чувствительность эмали, гиперэстезия. 19. Зондирование выполняется очень осторожно. Инструменты оборудования оснащены для эпидемиологического обследования. Острые угловые зонды, самопроводительные зеркала, парадонтарные пудрчатые зонды, емкость и стерилизация инструментов, ватные стерильные варики, дезинфицирующие раствор, карты обследования. Распространенность кариеса зубов. Это отношение и количество лиц, имеющие хотя бы один из признаков проявления кариеса зубов, кариозно-пландированные или удаленные по поводу кариеса зубов, к общему числу обследованных, выраженных в процентах. Интенсивность кариеса зубов. Сумма клинических признаков кариесного поражения рассчитана индивидуально до одного или группы обследований. По основным прикуси индекс КПУ – сумма всех кариесных, пламбированных и удаленных зубов. По временному прикуси индекс КПУ – сумма всех некариесных, пламбированных и удаленных зубов. Сменный прикуси КПУ плюс КП зубов – сумма показателей КПУ для поставленных зубов и КП для временных. В настоящее время считать неэффективно. КПУ поверхности и КПУ поверхности абсолютно здесь подпораженные прорезанной поверхностью зубов постоянно и временем будет соответственно. Единственные эксперименты Фетра Володкина. Окрашивать губную поверхность шести нижних фронтальных зубов расторно шелева-писарова. Оценка эффективности окрашивания зубного налета оценивать баллами. Один балл отсутствия окрашивания, два балла окрашивается на четвертая поверхность коронки зуба, три балла окрашивается одна вторая, четыре балла окрашивается два третья поверхности коронки зуба, пять баллов окрашивания всей поверхности коронки зуба. В завершении индекса делим сумму и значение индекса у всех окрашенных зубов на количество обследованных зубов. Реутацию оценивать следующим образом. Хороший индекс Евгена 1,1, 1,5 балла удовлетворительно 1,62 балла, недовлетворительно 2,1,5 балла, плохой 2,6,3,4 балла, очень плохой 3,5,5 балла. Индекс эффективности Евгены просит там. Для холеста оценки зубного налета окрашивается шесть зубов. Это 16, 26, 11, 31 вестибулярные поверхности, 36, 46 язычные поверхности. Абсолютная поверхность каждого зуба условно делится на пять участков. Это медиальная, дистальная, середина, признанная, центральная, середина, пришельчная. Коды и критерии оценки зубного налета. Новый отсутствие окрашивания, один выявленный окрашивание. Расчет индекса проводят, определяя код для каждого зуба путем сложения кодов для каждого участка. Затем стимулируют коды для всех обследованных зубов и делят полученную сумму на число зубов. Оценочный критерий 0 отличный, 0,1,0,6 хороший, 0,7,1,6 удовлетворительно, 1,0,0,0. Парадонтальный индекс обследует парадонт в каждом зубе станции, причем для 5-м ловицких целей только в области организма индексных зубов. Используя индекс этой институтой практики, обследует парадонт в области всех зубов и выделяет самые тяжелые поражения. Тут у нас показаны коды, которым мы определяем степень воспаления парадонта. Индекс гингивита. Для оценки тяжести гингивита в последующем регистрации динамики процесса используют популярный маргинальный отделярный индекс. Продолжены различные модификации от этого индекса, но на практике чаще применят индекс плана модификации парма. Оценка состояния десна у каждого зуба после окрашивания ростом щелевописцеря, при этом воспаленные участки десна вкладывают коричневый окраску за счет присутствия гликогена. Оценка индекса плана проводится по следующим кодам и критериям. 0. Отсутствие воспаления. 1. Воспаление только десневого сосочка. 2. Воспаление маргинальной десны. 3. Воспаление авиалярной десны. Индекс плана рассчитывает по формуле. Значит, количество зубов, сохранение целых сантиметров зубов учитывается в зависимости от возраста. Спасибо за внимание.